В начале работы над фильмом мы обратились к восьмиклассникам одной из школ Ленинграда. Вспомните, пожалуйста, основы высшей нервной деятельности и ответьте на такой вопрос. Можно ли сочетать отличную учебу с полноценным отдыхом? Не торопитесь, подумайте. Подумать следует. Надо учесть общее положение гигиены умственного труда. Вспомнить рекомендации по режиму дня и организации сна. Рассмотрим вопрос всесторонне. Начнем с гигиены умственного труда. Мозг человека функционирует беспрерывно. Все время в него поступают сигналы, а точнее раздражение, из внешней среды и от внутренних органов. При этом в мозгу идут два процесса. Возбуждение и торможение. Как вы знаете, любой вид деятельности, умственный или физический, укладывается в схему рефлекса. Вот пример. Из внешней среды в глаз поступают раздражения, возбуждая рецепторный аппарат. По зрительному нерву возбуждение переходит в затылочную долю мозга. Затем оно, распространяясь по коре, попадает, в данном случае, в двигательную зону, откуда идет по центробежным нервам к работающему органу. Если одни и те же раздражители действуют длительное время, появляются признаки утомления. При однообразном действии возбуждение, которое здесь и на последующих схемах обозначается звездочками, слабеет, гаснет. Одновременно в этих же участках коры больших полушарий возникает процесс торможения. Он показан темными пятнами. Усталость приходит не сразу. Сейчас вы увидите сопоставление реальной деятельности и скрытых процессов, одновременно происходящих в мозгу. Внешние признаки утомления становятся все очевиднее с нарастанием процесса торможения. В коре головного мозга как бы идет борьба между возбуждением и торможением. В заторможенных участках коры нервные клетки временно теряют способность к возбуждению. И это обеспечивает восстановление их работоспособности. Биологическая роль торможения двояко. С одной стороны, это защита организма от утомления, так как уставшие участки мозга получают возможность отдыха. С другой стороны, торможение стимулирует и обеспечивает активность головного мозга в дальнейшем. Всем известно, что после отдыха работается лучше. Чередование умственного труда с физическим и активным отдыхом, когда раздражение адресуется в различные зоны коры головного мозга, поддерживает работоспособность человека на достаточно высоком уровне максимальное время. Есть еще один фактор – отношение к своему труду. Проследите за активностью и желанием работать на уроке двух героев нашего фильма. Физиолог Введенский утверждал, устают и изнемогают не только от того, что много работают, а от того, что плохо и неправильно работают. Подтвердим это на опыте. Еще раз повторяю, зачерпните на каждой строчке только буквы К и В. Вопросов нет? Тогда начали. Работа окончена. Правильность и скорость выполнения работы у подростков разная. Объясняется это тем, что один привык правильно организовывать свой труд, а другой – нет. Чтобы обеспечить высокую работоспособность длительное время, следует соблюдать режим дня. Точный ежедневный распорядок труда и отдыха, приема пищи, сна. К этому надо приучаться с детства. При строгом соблюдении режима дня образуется много различных рефлексов на время. Утренняя физзарядка, обтирание холодной водой – это и закаливание, и привычная подготовка организма к завтраку. Каждый предшествующий момент – пусковой механизм для следующего. К сожалению, режим дня соблюдают не все. Продолжение следует... Кто не привык выполнять определенную работу в одни и те же часы, вредит сам себе. Организм испытывает ненужные перегрузки, так как ему приходится без подготовки переключаться с одной деятельности на другую. Ученику 13-15 лет, строго соблюдающему режим дня, для выполнения домашних заданий достаточно двух-трех часов. Здесь вновь сказывается выработанный рефлекс на время. Вся нервная система уже подготовлена к работе, и необходимые реакции протекают эффективно. У тех, кто не соблюдает режим дня, все процессы в нервной системе происходят медленнее, скорее развивается утомление. А сколько такие подростки теряют в жизни? от своей неорганизованности. Соблюдать режим дня нелегко. Но тот, кто привык его выполнять, бережет свое здоровье, успевает сделать все хорошо и вовремя. В начале рабочего дня, в начале рабочего дня, выполнять трудную работу легче и проще. В это время процессы возбуждения протекают наиболее активно. Затем работоспособность снижается. При перемене деятельности, процессы возбуждения и торможения переключаются на другие зоны головного мозга. Это вы знаете. Следовательно, в правильном режиме труда должны предусматриваться отдых и чередование различной деятельности. Во второй половине дня происходит спад работоспособности. Нервная система требует отдыха, но не пассивного. При нем восстановительные процессы идут вяло, и последующая работа дает меньший эффект, чем после активного отдыха, который лучше проводить на воздухе, в любую погоду. Мышечная деятельность улучшает работу нервных клеток, закаливает организм, улучшаются процессы обмена, увеличивается насыщение крови кислородом. Однако надо помнить, что физическая нагрузка во время игр и спортивных развлечений должна быть пассивна каждому. К вечеру работоспособность вновь повышается. Она будет удерживаться дольше, если соблюдать правила гигиены. Здесь важно все. Поза, рабочее место, даже свет. Надо поддерживать в помещении чистоту, проветривать его, устранять по возможности посторонние раздражители. Подобные раздражители тормозят условные рефлексы, вызывают ненужное возбуждение и способствуют развитию утомления. Вечером подъем работоспособности непродолжительный. После напряженной работы нервная система требует отдыха. Наиболее полноценный отдых — сон. Сон — это и защитное приспособление организма, предупреждающее переутомление. В это время гаснут и не проявляются условные рефлексы. Выключается мышление. Под контролем нервной системы находятся в основном только жизненно важные функции организма. Ну а если сон беспокойный, плохой, что тогда? А тогда вот что. Возбуждение снижается незначительно. Значит, человек, проснувшись, быстро устанет. Основные причины плохого сна — перегрузка организма, невыполнение основных гигиенических правил. Ужинать надо за два часа до сна, ложиться спать в одно и то же время, исключать перед сном сильные раздражители. Подготовка ко сну — это опять-таки цепь условных рефлексов, выработанных на время. Если человек ложится спать в один и тот же час, он быстро и хорошо засыпает. Продолжительность сна зависит от возраста. Семилетние дети должны спать 11-12 часов. В 14-15 лет — 8,5-9 часов. Совершенно очевидно. Кроме рекомендаций, о которых мы только что рассказывали, следует учесть еще пагубное влияние алкоголя и никотина на здоровье человека. Вот факт. На заводе алкогольных напитков был проведен такой опыт. Здесь поставили инкубатор. Пары алкоголя проникли в установку. И вот что получилось. Вывелась только половина птенцов. Из них 50% вскоре погибло. Оставшиеся почти все были больны. Результаты опыта объясняются тем, что алкоголь губительно действует на все живое, особенно на нервную систему. Посмотрите, что происходит в коре головного мозга пьяного человека. Это до опьянения, когда процессы возбуждения и торможения уравновешены и проходят в определенных участках больших полушарий. А вот начинает влиять алкоголь. Процессы торможения ослабляются, возбудимость увеличивается, нарушается рефлекторная деятельность, искажается сознание, речь, мышление, чувствительность. Безвредных доз алкоголя нет и быть не может. Этот шофер выпил до работы кружку пива. Только одну кружку. Скорость реакции снизилась на одну десятую секунды. Результат два метра лишнего пробега. Хорошо, что все обошлось. А если нет? Известно, большинство аварий на транспорте происходят из-за опьянения водителей. На организм человека алкоголь действует очень коварно. Отравление нарастает, длительное время оставаясь скрытым. Этот мужчина в 18 лет был мастером спорта. Сейчас ему 27. Из-за пристрастия к вину он стал неизлечимым больным. К табаку чаще тянутся в юности. Но может курить это интересно? Чувство самостоятельности, самоутверждение. Но думают ли такие подростки о том, что они теряют? Этого молодого человека мы попросили с утра никуда предстоял опыт по измерению силы. Запомните зафиксированную отметку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! После одной выкуренной сигареты показатель снизился на 12%. В Италии несколько лет назад проводился нелепый конкурс на лучшего курильщика. В итоге все премии конкурса были вручены в больнице. Табачный дым содержит массу ядов. Один из них никотин. Он вызывает раздражительность, сонливость, снижение работоспособности, способствует развитию многих болезней и может даже отразиться на здоровье будущих поколений. Вот и подумайте, интересно ли такое самоутверждение? Но вернемся к нашему первому вопросу. Можно ли совместить отличную учебу с полноценным отдыхом? На этот вопрос ответьте вы сами. И лучше не словами, а делом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok